Я работаю пульмонологом в институте туберкулеза, и к нам в отделение попадает огромное количество пациентов с ошибочно впервые установленным диагнозом туберкулеза. И в последнее время все больше и чаще и чаще мы встречаемся именно с легочными воскулитами. Это гетерогенная группа заболеваний, которая характеризуется развитием воспалениям и некрозом стенки легочных сосудов, и клинические проявления будут определяться типом, калибром и локализацией пораженных сосудов и тяжестью иммуновоспалительных изменений. Первая классификация системных воскулитов была предложена в 1999 году в Чапелл-Хилле. В 2012 году возникла необходимость в пересмотре данной классификации. Должна сказать, что принципиально она ничем не отличалась. Воскулиты разделяли в зависимости от калибра пораженного сосуда на воскулиты с преимущественным поражением мелких сосудов, средних сосудов и крупных сосудов. Однако возникла необходимость переименования ряда воскулитов. И так у нас появилось вместо гранулематоза Вегенера гранулематоз с полиангиитом, вместо синдрома Чаш-Стросса зенофильный гранулематоз с полиангиитом, что более отвечало патогенетическим механизмам развития данных заболеваний и никак не имело отношения к тем, кто, собственно говоря, их когда-то описал. Легочные воскулиты бывают первичные и вторичные легочные воскулиты. И нужно заметить на данном слайде варианты первичных легочных воскулитов, представленные среди которых наиболее часто поражения легких могут наблюдаться при так называемых ансоассоциированных воскулитах. Изолированные легочные воскулиты – это достаточно редко встречаемая патология. Вторичные воскулиты могут развиваться при самом разнообразном спектре заболеваний, начиная от инфекционных, злокачественных заболеваний, бронхоэктазах и каких-то врожденных аномалий. В чем же трудности диагностики системных воскулитов в офтезиатрической практике? Почему все чаще и чаще эти пациенты попадают непрямую в туберкулезные стационары, в туберкулезные подразделения? Во-первых, это отсутствие каких-либо специфических жалоб. Поражение легких иногда может быть начальным и единственным признаком проявления этого тяжелого системного заболевания. Очень часто, когда врач видит на компьютерной томограмме или на рентгенограмме полость с распадом или какой-то узел, первая мысль, которая у него возникает, что идите в офтезиатором, пусть вам исключают туберкулез. Это сходные рентгенологические изменения. Если у пациента имеется перенесенный туберкулез в анамнезе, это тоже достаточно большие сложности возникают. И, к сожалению, очень часто мы наблюдаем ошибочную интерпретацию результатов обследования лечения, которые иногда бывают совершенно такой случайностью. Вот наиболее частые симптомы, которые мы можем отмечать у пациентов как с воскулитом, так и с туберкулезом. Здесь вы видите, что в большинстве случаев они имеют сходные, они схожи. Так как и воскулит, и туберкулез являются гранулематозным воспалением, то зачастую рентгенологические изменения, они также могут быть практически одинаковы. Это и одиночные множественные узлы, инфильтрата, очаги деструкции, полости распада. Но при туберкулезе все-таки более характерны поражения верхних отделов легких, что не совсем часто типично для воскулитов. Кроме всего прочего, когда к нам поступает пациент, у нас даже иногда в силу нехватки времени мы не в состоянии разобраться о том, а что же у пациента есть еще, кроме кашля, боли в грудной клетке. Вот при системных воскулитах, вот на этом слайде вы видите, как часто можно встречать поражение других органов и систем. Это и нервные системы, и верхние дыхательные пути, и суставы, и, соответственно, почки, которые достаточно часто поражаются. Иногда, если мы спросим пациента, скажите, нет ли у вас слабости в ноге или в руке, он вам может сказать, да, доктор есть. И это уже может вас насторожить и заставить подумать о том, с чем это может быть связано. Для туберкулеза это типично. Наличие в анамнезе контакта с больным туберкулезом. Не всегда, но очень часто положительные пробы МОНТУ и диаскин-тест. И основным критерием постановки диагноза туберкулеза является все-таки обнаружение ДНК микобактерий туберкулеза или самих микобактерий туберкулеза в мокроте или других биологических субстратах. Вот если у вас пациент с полостью распада или с инфильтратом сдает многократно мокроту, и вам пишут, что нет у вас ни ДНК микобактерий, ни микобактерий туберкулеза, не надо ему говорить, что вы все равно идите к фатезиатрам, а вдруг это туберкулез. В нашей клинике центрального НИИ туберкулеза за последние 4 года среди практически 1300 пациентов у 14 пациентов мы диагностировали системный воскулит, в том числе и с поражением легких. Причем системные воскулиты достаточно тяжелые, и некоторые из них закончились достаточно печально. Первое наблюдение. 35-летняя жительница города Москвы стала отмечать рецидивирующие кровохарка неалой крови и боли в грудной клетке. В поликлинике по месту жительства ей был установлен диагноз пневмония, и она принимала антибиотики широкого спектра действия, но без какого-либо эффекта. Ей была выполнена компьютерная томограмма. Не знаю, вам видно или нет. Но вот мы получили такое описание, что легочный рисунок усилен за счет мелких сосудистых теней. Здесь вот если присмотреться, то можно увидеть. Диаметр магистральных сосудов не был изменен, лимфатические узлы не увеличены, но тем не менее был заподозрен диссиминированный туберкулез легких. Пациентке абсолютно нормальное дыхание. Был выполнен анализ мокрота, где не найдены ни кум, ни ДНК. Методом ПЦР туберкулиновые пробы также все отрицательны. В анализах крови обращало внимание ускоренное соя 50, что иногда не очень типично для туберкулеза, и незначительное повышение цирреактивного белка. Пациентке была выполнена бронхоскопия не с целью даже возможной верификации диагноза, а большей частью для исключения именно туберкулезного процесса. Была выявлена выраженная эктазия сосудов слизистой крупных бронхов. В материале через бронхиальной биопсии выявлена диффузная лейко-лимфоцитарная инфильтрация стенки сосуда с формированием очагов мукоидного набухания и эзенофиле стенки бронхи и прилежащего к нему сосуда. На основании этого был исключен диагноз диссиминированного туберкулеза, установлен диагноз изолированного легочного воскулита, вероятнее всего, вторичного генеза. Пациентка была отправлена на консультацию к ревматологам для дальнейшего обследования. Следующее наблюдение уже более печальное. Это женщина 61 года, жительница Кабардино-Балкарии, которая когда-то перенесла очаговый туберкулез в юном возрасте. Она получала противотуберкулезную терапию по первому режиму в течение 6 месяцев с клиническим излечением. И в августе 2012 года, то есть спустя 17 лет после перенесенного туберкулеза, у нее появился кашель с серозной гнойной мокротой и повысилась температура до фибрильных цифр. Была начата терапия антибиотиками широкого спектра действия, которая не оказала должного эффекта. И учитывая анамнез, регион жительства, пациентке был установлен диагноз инфильтративного туберкулеза легких, фазе распада и обсеменения МБТ-. И вот ее рентгенологическая картина, где вы можете видеть множественные участки инфильтрации, узлы с распадами. Как вы видите, большинство из них находится не в верхних отделах легких. И очень трудно предположить, что при таком процессе у пациентка не будет выделять микобактерию туберкулеза. Однако, тем не менее, диагноз ей был установлен в анализе крови. Незначительный ликоцитоз, резко повышенное соя. При многократном исследовании мокроты ни кум, ни ДНК не были обнаружены. Рост МБТ не был выявлен. У пациентки была проблема с глазами. Она была консультирована офтальмологом. Выявлен глефороспазм, инфильтрация конъюнктивы и расплавление склеры. Простите, пожалуйста. Ей была начата противотуберкулезная терапия первоначально по первому режиму четырьмя основными противотуберкулезными препаратами. Однако, через два месяца лечение отмечалось нарастание выявленных изменений. Это при отсутствии какого-либо микробиологического материала было расценено как наличие шилу у туберкулеза, учитывая перенесенный туберкулез и опять-таки регион. И пациентке была начата химиотерапия по четвертому режиму леофлоксоцин, тиризидон, протеономид, пирозинамид и паск, которые она получала в течение четырех месяцев. На компьютерной томограмме, но просто здесь очень трудно было привести все, описывалось нарастание изменений, увеличение полости распада, появление полостей распада в другом легком. И пациентке была выполнена ВАЦ-биопсия по настоянию офтезиатров. Пациентка находилась в нашей клинике. И по результатам гистологии операционного материала был выявлен выраженный гранулематозный воскулит. При дальнейшем обследовании, при исследовании функции почек, нарушение функции почек не отмечалось, однако в анализе мочи выражена эритроцитурия. Пациентка была повторно консультирована офтальмологом. И здесь выявлена двусторонняя язва морена, некротизирующий склерид, клапаны, разрыв сетчатки правого глаза без отслойки. Пациентка сдала анса, они были отрицательные. Однако на основании имеющихся изменений в легких при рентгенограмме, наличие выраженной эритроцитурии и данных биопсии, пациентке был установлен диагноз гранулематоза с полиангиитом с поражением легких игла, санкции негативной, двусторонняя язва морена, некротизирующий склерид, клапаны, разрыв сетчатки. И данная пациентка, она была отправлена в первую очередь к офтальмологам в клинику, потому что там стоял большой вопрос о сохранности ее зрения и глаза как такового самого. Далее пациентка была отправлена на лечение к ревматологам. И последнее наблюдение – это 76-летняя жительница города Москвы. В 2005 году у нее был установлен диагноз бронхоэктотической болезни. Обострения отмечались не чаще одного раза в год. Прекрасно речились антибиотиками. Однако в январе 2015 года у нее появился непродуктивный кашель, слабость, снижение чувствительности в левой и нижней конечности, повысилась температура до фибрильных цифр. Точно так же был установлен диагноз обострения бронхоэктотической болезни и, возможно, вне больничной пневмонии. Проводилась антибактериальная терапия, опять-таки без эффекта. И в апреле 2015 года ей была выполнена компьютерная томограмма, где были выявлены множественные инфильтраты в легких. И описывалось периферическое образование в левом легком, на основании чего была заподозрена периферическая опухоль злокачественная. Пациентка была направлена в институт Блохина, где ей была выполнена бронхоскопия, по результатам которых исключен злокачественный процесс. Ей было сказано, что вы исключите туберкулез, а опухоль у вас все равно рано или поздно найдется, и вы вернетесь к нам. Это вот прям буквально. Это компьютерная томограмма этой пациентки. И периферическое образование рентгенолог нам отметил тот, от которого она пришла. Это вот в этом месте. Здесь вы можете видеть инфильтраты множественные с двух сторон. Здесь даже есть какие-то элементы распада. В клиническом анализе крови у пациентки было ускоренное сое 120-170 мм в час. Опять-таки, я повторюсь, это нетипичный признак для туберкулезного процесса. Резко повышены уровни цирреактивного белка, выраженная ретроцитурия. В мокроте многократно кум и ДНК микобактерий не найдены, рост МБТ не получен. Пациентка была обследована на ансуне. У нее выявлен повышенный титр иммуноглобулин G, преимущественно цитоплазматического типа свечения. И при бронхоскопии выявлены стенозы, многочисленные как слева, так и в правом бронхиальном дереве. И определялись участки дистолектаза легкого с артефактами сосудов. При исследовании функций почек, снижение концентрационного индекса, эритроцитурия в плевральных полостях, незначительное количество выпыта. В пациентке был установлен диагноз гранулематоза с полиангиитом. Ансо ассоциировано со спецификацией к протеиназе 3, с поражением легких бронхов, плевры, почек, нервной системы, активная стадия, бронхоэктотическая болезнь, ремиссия. Пациентка была отправлена на лечение к ревматологам. Ей была проведена генноинженерная терапия биологическим препаратом ретоксимабом с очень хорошим клиническим эффектом. И в настоящее время она, если я не ошибаюсь, отдыхает на Кипре. И в заключение очень хотелось бы сказать, что схожесть основных симптомов легочных воскулитов и туберкулеза легких ошибочно приводит пациентов в афтезиатрическую клинику. И если вы видите пациента, у которого длительно сохраняется лихорадка, признаки хронического воспалительного процесса в легких, в том числе с формированием полостей деструкции, и есть рецидивирующее кровохаркание, есть поражение каких-то других органов и систем, вам просто необходимо определить уровень анса в крови у этого пациента, для того, чтобы в первую очередь попытаться исключить достаточно тяжелое системное заболевание с очень неблагоприятным прогнозом в зависимости от времени начала терапии. Благодарю за внимание. Спасибо.